Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 4, вопрос 1296. На прошлом занятии вы говорили, что дети склонны к козлу. А как же тогда слова Христа? Матфея, 18 глава, 3 стих. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Это всего лишь сравнение с определенными качествами, свойственными детям, притом детям не интернатским, не советским пионерам или октябрятам, а детям, которые от утробы матери получали навык жизни в истинной вере. А мальчики были все обрезанные. О том, что дети во грехах, говорит сама Библия». Иова, 14 глава, 4 стих. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Дети очень злые, издеваются и над слепыми, и над хромым, и передразнивают их». 4 царств, 2 глава, 23-24 стих. «И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему, «Иди, пляшивый, иди, пляшивый». «Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка». В «Житиях святых» мы встречаем память 29 марта Марк Епископ. «Дети резали ножами его». Память 20 июля Симеон Еродивый. «Дети бросали в него камнями». Память 22 ноября Архип. «Дети кололи ножами». «А что вытворяли советские пионеры в своих домах?» «Возьмите того же Павлика Морозова с братом, предавших самых близких людей, заботившихся об их жизни». Псалом 50, 7 глава. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». А сестры стали комсомолки. «Такая гадость, просто удавись. Вчера иконы выбросили с полки». Сергей Есенин